Крики раздавались эхом по коридорам кузни Инфернус. Это были непривычные стенания киберприслуги, не статический рык скованной демонической техники, нет, это были усиленные громкоговорителями оглушительные вопли живой сигнализации многочисленных мутантов-рабов, чья нервная система была подключена к сканерам и прослушке, установленных повсюду в комплексе. «Нарушители!» – прорычал варп-кузнец Хексул. Механические щупальца его силовой брони начали шипеть и щелкать в раздражении, когда он двинулся по железному трапу, ведущему к ямам слияния. Рядом с кузнецом Гормыхая появился ворак Нар и издал гортанный гул вместо ответа. Уничтожитель не мог разговаривать, и это была одна из его причин, почему Хексул ценил его общество, но еще за то, что он мог устроить кошмарную резню среди его врагов. Кислотная слюна шипя закапала из огромного обожженного рта киборга на его массивный экзоскелет из плоти и металла. «Нет», – сказал кузнец, как будто продолжая диалог. «Никто из лакеев трупа на троне не выжил на Нементгасте. Это должно быть что-то другое». Они с Гормыханием спустились вниз по винтовой лестнице и направились к залам слияния. Внутри этих пещер огромные раковины из адского металла поднимались на цепях из резной кости. Затем их фиксировали под утробными чанами, наполненными расплавленной эссенцией душ, яростной энергией демонов, которую Хексул вырвал из варба. Целыми днями это варево обрабатывалось инструментами темной индустрии, и сейчас оно было почти готово. Еще немного, и его зальют в металлическую оболочку, превращая ее в механическую машину для убийств, которая будет опустошать и проливать кровь во имя Абаддона. Хотя воздух был наполнен масляным дымом, кузнец смог различить медный привкус свежей крови. Несколько неподвижных фигур валялись на полу. Предупредительные огни горели ярко-красным светом. Большинство трупов представляли из себя не более чем разорванные куски мяса. Это были останки киберприслуги и рабов, проводивших свои жалкие жизни на кузне Инфернус за тяжелой работой, питая военную махину-раззорителя. Их смерти не имели значения, их можно было легко заменить. Но что было более зловещим, так это то, что среди трупов ничтожеств возвышались несколько тел в черной силовой броне. Это были космодесантники Хаоса. Их глотки были разорваны, а внутренности вытащены наружу. Дымящиеся гильзы от Болтера валялись на полу. Хексул тряхнул головой, удивленный увиденным. Очевидно, эти рабы погибли, пытаясь сокрушить массы часовых из Черного Легиона. Эти ничтожества не могли сделать это. Пробормотал он, переворачивая ногой одно из мертвых тел десантников. Нечто, напоминающее зазубренное лезвие, торчало из шлема и черепа покойника. Бессловесное рычание ворог Нара стало громче. Его глубоко посаженные глаза уставились в глубину затянутого дымом помещения. Торс уничтожителя изогнулся, и с мерзким разрывающим звуком на свет показалась раскаленная плазма-пушка. Ее металлическая поверхность была покрыта окровавленной жижей. Хексул повернулся и поднял свой болт-пистолет. Он услышал топот голых ног по полу и гортанные крики безумцев. В дальнем конце зала из дымных спиралей появились толпы худых, истощенных возмудителей спокойствия. Это были кибер-прислужники и мутанты-зверолюди. Некоторые из них тащились по полу, перебирая кривыми конечностями, не в состоянии бежать из-за шипастых наручников, вонзившихся глубоко в плоть. Большинство тащило жалкое подобие оружия – шипастые цепи и пруты из железа. Остальные могли полагаться только на пожелтевшие ногти и зубы. «Неповиновение означает муки, и я сварю вас всех в расплавленном железе», – проревел кузнец. Обычно эти слова могли заставить даже самого дерзкого слугу дрожать в ужасе, ибо эту угрозу Хексул воплощал в жизнь множество раз. Но не сегодня. Рабы напали, их глаза сверкали во тьме, их рты растягивались неестественно широко, когда они выли, как раненые звери. Что-то ответило на их зов, что-то приближалось. Неприятный свет начал излучаться из дальнего конца зала, его интенсивность нарастала с каждой секундой. Сыпя проклятиями, кузнец поднял свой пистолет и открыл огонь. Одного из врагов разорвало на части, и он обдал остальных кровью. Ворог Нар начал стрелять из пулемета, торчащего из плоти его предплечья. Плазма-пушка выплюнула сияющий шар оранжевой энергии, испепеливший с полдюжины противников. Но волна все еще надвигалась, не заботясь о потерях. Позади нее своды озарились неприятными пылающими цветами. Бесформенная волна кричащих духов заполнила потолок зала, летая между колоннами и растекаясь между валами, стоящими рядом у стен. Хексул теперь начал понимать, почему сработала тревога. И что превратило киберслуг в безумцев. Каким-то образом его защитные обереги были нарушены. Души демонов просачивались в этот мир без всякого контроля. Смутные образы лиц с вожделением глядели на него, их бормочущие рты сыпали насмешками. Но как? Прорычал он. Он проверил каждый дюйм кузни Инфернус, просчитывая и пересчитывая каждую мыслимую гексограмматическую схему, каждое нечестивое начертание и каждый ритуал техно-ереси. Его работа была совершенна. И, тем не менее, она однозначно провалилась. Ворог Нар проигнорировал жалких смертных, облепивших его, и поднял свои техно-органические орудия в направлении бурлящей массы энергии варпа. Заряды плазмы и снаряды автопушки осветили залы, разрывая каменные стены и опрокидывая рамы из ржавой стали. Но это было все равно, что стрелять по воде. Бестелесный рой пролетел к уничтожителю, окружая его водоворотом ревущей энергии. Ворог Нар ударил по земле с силой, сотрясший весь зал. Он затрясся в конвульсиях, продолжая стрелять из всех орудий, даже когда бесплотный шторм разорвал его на части. «Нет!» – заорал Хексул в разъяренной потере такого ценного актива. Бесформенная толпа ринулась вперед на кузнеца. Ослепленный яростью, он убивал их пачками раз за разом, сокрушая и разрывая одних на части своими перчатками и разрубая других топором. Но кузня Инфернус была приютом для миллионов рабов, и не важно, сколько он убил, на их место вставали новые. Он чувствовал, как их когти скреблись по шлему и ломались о непробиваемый керамид. Хексул сжал кулак вокруг черепа одного из врагов и продолжал сжимать, пока не почувствовал, как кость раздробилась. Мир расплылся в крови и сумасшествии. Раздувшаяся туша спешно выползла из темноты. Кузнец мельком заметил здорового металлического арахнида. Его сегментированное тело покрывали кровь и масло. Монстр протаранил Хексула с мощью силового молота и опрокинул его на землю. Он увидел перед собой отвратительную, насекомоподобную многоглазую морду. Кузнец попытался бороться с весом, проклиная все, но лезвие подобной конечности, пробив большие дыры в броне, пронзили его грудь. Он почувствовал агонию, пронзившую левый локоть. Взглянув, он понял, что его рука заканчивается обрубком. Оторванная конечность дергалась на полу. В кулаке все еще был зажат силовой топор. «Достаточно!» прогремел голос, и ужасная тварь отступила, нырнув назад в тень. Бесноватые слуги упали на колени, бормоча что-то невнятное. Хексул лежал на спине, хрипя пробитыми легкими, которые быстро наполнялись кровью. Фигура в плаще шагнула из-за вихрени дыма. Воздух засверкал и зашипел. Бестелесые духи кружились вокруг него, подобно плащу пылающего света. На незнакомце была длинная багровая роба и шлем-череп с бараньими рогами. Пылающие жаровни громоздились на его наплечниках. В руке он держал длинный посох с навершием из демонического черепа. И хотя его роба была кроваво-красной, на наплечнике гордо значилось «Око Гора». Кузнец распознал оккультное величие мастера одержимости, колдуна и спутника демонов. Ненависть, подобная жалчи, наполнила его глотку. Никого он не презирал более, чем этих двуличных призывателей. Уродливая толпа пала ниц перед прибывшим, как перед спасителем. Они расступились, кланяясь и всхлипывая, когда он шел мимо них к Хексулу. Кузнец попытался поднять свой бок пистолет, но рогатый воин наступил на его запястье. «Предатель!» – прошипел Хексул. «Глупец! Знаешь ли ты, что ты наделал? Сам Абаддон позволил мне командовать кузней Инфернус. Ты думаешь, он простит тебе это? Когда огни затухнут и производство остановится, он обнаружит, что произошло. Как думаешь, что он сделает с тобой, колдун?» Последнее слово прозвучало, как оскорбление из уст кузнеца. «Огни не затухнут», – ответил мастер одержимости, опустившись на колено. «Они будут гореть яростней, чем когда-либо. Ты вложил свою веру в металл, варп-кузнец. Но такая простая и грубая материя не сможет удержать весь чистый потенциал Империи. И поэтому я здесь. Поэтому я освобождаю это место от твоего пустого нележества». Злобные сущности победоносно танцевали вокруг Хаксула, упиваясь свободой. Их несформированные лица плотоядно скалились, и с пасти капала слюна. «Ты сгоришь за это!» – прорычал кузнец. «Возможно, но не сегодня. Не бойся, кузнец, ибо это не твой конец. Ты послужишь восьмеричному пути верой и правдой. Если выживешь». Хаксул плюнул кровью в лицо своему мучителю. Фигура даже не вздрогнула. Кислотная кровь растеклась по шлему. «Воистину достойный сосуд», – произнес колдун, опуская наконечник своего посоха к разорванной груди кузнеца. «Твоей наградой будет бессмертие. В каком-то смысле. Прими же благословение просвещения». В момент, когда тотем коснулся его плоти, он засиял вспышкой нечистивого света. Агония и ужас заполнили его разум. Он почувствовал, как что-то внутри него скреблось наружу. Но не через плоть, через саму душу что-то прорывалось изнутри. Он боролся со всей своей безудержной яростью, вкладывая каждую каплю своей воли в эту битву. Но этого было недостаточно. То, что осталось от Хексула, было пожрано. И пустую оболочку из плоти с ужасающим удовлетворением заполнило что-то древнее и безымянное. И когда, наконец, его измученное искаженное тело открыло глаза, это был уже не кузнец. КОНЕЦ КОНЕЦ